Слава Богу Отцу, слава Иисусу Христу, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь? Аминь. Пусть будет так. Благословит Господь. Сегодня я хочу говорить о теме вводимые и влекомые Духом Божиим. Начну я из первого места, которое записано нам всем знакомое и на которое я хочу поставить ударение, чтобы мы с вами обратили внимание, являемся ли мы темы, о чем пишет Слово Божие. Крымлянам 8 глава 14 стиха. Ибо все вводимые Духом Божиим суть сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым называете Аваочи. И сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Аллилуйя! Братья и сестры, вы знаете, Бог даровал нам с вами быть соединены одним Духом, ибо соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Поэтому Господь нас соединил, и дети Божии узнаются из того, что они вводимы Духом Божиим. Они действительно полагаются на Господа, и мы можем с вами проанализировать. Я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание и посмотрели на свое состояние, являемся ли мы Вадимы Духом Божиим. Ибо каждый из нас Бог учит, как быть Вадимы Духом Святым. И я знаю, что меня Бог учил еще с юности, как быть Вадимы Духом Божиим. Поэтому хочется, чтобы мы с вами действительно обратили внимание, как и Слово Божие говорит, как и в нашей жизни Бог нас ведет, и как Бог влечет нас к себе, влечет к чему-то или сделать что-то. Поэтому будем мы доверяться Духу Божьему. Когда мы обращаем внимание по Писанию, то мы видим очень хороший пример. Это Филиппа, что Дух сказал ему, подойди к этой колеснице. Но перед этим мы видим, что ангел сказал ему, что иди на дорогу, которая с Иерусалима ведет в газу, на пустую. Знаете, и тут можно сразу задать вопрос, зачем мне идти на пустую дорогу? Что я там забыл? На этой пустой дороге. Но Филипп, довираясь сказанному по велению, он идет на эту пустую дорогу, стоит и смотрит, идет колесница. И человек там сидит, читает, Исаия не может понять, о чем, о ком пишет. Вот, и Дух, написано, и Дух сказал Филиппу, подойди к колеснице. И когда он уже подошел, он понял, в чем дело. И дальше мы читаем, что он начал, что, благовествовать об Иисусе Христе. И это благовествование об Иисусе Христе к чему привело? К вере этого евнуха. Он говорит, а что препятствовать креститься мне? Он говорит, если веруешь, возможно. И он был крещен, и там написано, что и сошел на его Дух Святой, а ангел восхитил Филиппа, и он оказался в другом месте. Так мы читаем с вами. Очень интересно, что когда водимые Духом Божиим, когда действует Дух Божий, и участвуют ангелы в этом деле, потому что Божье дело и Божий Дух. Поэтому, братья и сестры, очень интересно. Я хочу привести пример из жизни одного служителя. Однажды, когда он находился в своей теплой хате, доме, и была такая суровая зима, вьюга, пурга, ветер, мороз, знаете, как оно, все, и очень хорошо сидеть в доме возле печки, где тепло, но Дух Святой сказал ему, иди в другое село, иди в другое село, ибо там есть душа, которая вопьет день и ночь ко мне, и он встает и идет в другое село, которое Дух Святой направил. Он не знает, куда он идет и как в такой погоде встретить ту душу, которая вопьет. Но Дух Святой так привел, что он как раз остановился возле дома в котором был свет, и он заходит и говорит, мир вам. И они говорят, с миром принимаем. И сразу понятно по ответу, что это христиане принимают. И он говорит, кто вопьет перед Господом день и ночь, потому что Дух Святой послал меня к вам. И он услышал такой слабый голос в другой комнате, это я, это я. Он заходит, там лежит юноша парализованный, который был здоровый раньше и сверующий семьи, но он сблудил, он согрешил, и Бог сразу его парализовало. И он лежит, это уже долгое время, парализованный, и кается, плачет, сокрушается, Господи, прости. Я понимаю, что я согрешил, но забери, чтобы я не лежал всю жизнь в этой кровати, забери меня. И он просит себе день и ночь смерти, чтобы Бог забрал, но чтобы спас душу его. И когда он зашел и его спросил, почему ты вопьешь Господу день и ночь, он говорит, я вопью, чтобы Бог спас мою душу и забрал, чтобы я не оставался на этой кровати, он говорит, так, во имя Иисуса Христа встань, ибо тебе прощает Господь и исцеляет тебя. И он стал здоровым. И когда мы с вами доверяемся Духу Святому, когда он ложит на наше сердце или на наше хотение, потому что написано, что Господь производит хотение и действие по своему изволению. И когда мы приняли то хотение, знаете, как-то иногда нам бывает, что хочется посетить того-то или пойти туда-то. И у нас есть выбор, или остаться в уютной своей комнате, или пойти посетить больного или еще, куда Бог побудил. И когда мы доверяемся, приходим и говорят, а как ты знал, что я жду? Я молился, чтобы Господь прислал сегодня служителя, а ты тут пришел или другого брата. Знаете, есть свидетельства моих старших братьев, я их из юности слышал, и они были еще не служителями, а молодыми, когда Дух Святой вел их, и они садились в электричку, ехали, куда Бог вел, и точно туда приводил, куда Бог усматривал и совершал свою работу. Это из жизни моих родных братьев. Поэтому Дух Святой, Он руководит нами. Я свидетельствовал за свои первые шаги, которые в 18-19 лет, которые Бог учил. Вы знаете, очень такое впечатляющее, что Бог положил на сердце рассуждение. Просто я работал, прикручивал батарею на стройке, работал и рассуждал о городе, в котором я служил. Я начал рассуждать, Господи, я искал церковь, я расспрашивал людей, и нету, нету церкви, и что, придет твой суд, и они погибнут, как Содом и Гомора. Господи, а ты посылаешь дождь на добрых и злых, Господи, помилуй этот город. И вы знаете, пришло сокрушение, я начал плакать, я уже не видел этого ключа, я бросил, начал молиться и плакать, Господи, спаси, пошли пробуждения в этом городе, пошли пробуждения. И вы знаете, что Господь услышал эту молитву, но я, когда закончил, и опять вернулся на свои работы, и задумался, даже осудил себя, а при чем тут я, молодой пацан, 18 лет, я еще и расплакался, знаете, и начал осуждать себя. Но пришло очень сильное желание и влечение посетить церковь. Но кто жил бывшим Советским Союзом, они понимают, в то время с армией еще в другой город поехать в церкву, это нереально. Это посадят, тем более, что присяги не принимал и оружие не брал, никто не выпустит. Но желание сильное внутри, и я знал, что желание боящийся Бог исполняет. И вы знаете, когда я обратился к Богу и сказал, Господи, я хочу побыть на собрании, я хочу, я соскучился, меня влечет в собрание, я вспоминаю общение в церкви, я вспоминаю эти благословения, исполнение благодати Твоей, я хочу. И знаете, я решил пойти до командира и прямо сказать, что я хочу. И я пришел, я ему прямо сказал, товарищ командир, я хочу с вами просто поговорить, вот так, вот вы знаете, что я человек верующий, и вы знаете, что здесь все говорят не на русском языке, а матами, перематами, и мне в разуме надо переводить на русский, чтобы их понять, о чем они говорят. Вот, я духовно слаб, надо поехать в церкву помолиться. Знаете, как он смеялся? Он смеялся, просто аж пускакал за стола. Вот, и можно сказать, можно было бы развернуться и уйти, правильно ж? потому что смеется, не останавливается почти, а потом посмеялся, и говорит, слушай, сколько тебе, два дня хватит? Я говорю, хватит. Вот, и Бог благословил, и приезжаю я на собрание, пережил Божье благословение, благодать Божья сошла, укрепила. Знаете, подходит пастыр, после собрания говорит, брат Леня, в том городе, в котором ты служишь, одна душа покаялась, вот тебе адрес, найди, она слушала радио, вот, и напала на волну христианскую, и услышала Слово Божие, и покаялась. Знаете, я просто радовался, Господи, я солдат, я не имею этой возможности ходить по городу, и приводить к покаянию, но ты силен это сделать, я слава тебе, что начало есть, и когда дал Господь, что, я встретил с ней и предложил, что мы можем делать евангелизации уже, вот, и вы соберите родных, близких, и мы придем, потому что трое солдат покаялось в армии, и еще были с баптистами, вот, и нас было так восемь человек, христиан, мы можем совершить собрание, вот, и когда мы собрались, знаете, Бог был с нами, и те, которые собрались, они покаялись, знаете, как было радостно, слава тебе, Боже, уже есть праведники, слава тебе, что ты совершаешь свою работу, но самое большее было интересно, когда через время уже, они начали вникать в Слово Божие, ездить в находку, в собрание, и увидели, что крещеные Духом Святым, они исполняются Духом Святым, и молятся на иных языках, и они задали вопрос, ты можешь нам объяснить о Духе Святом, и я молился, и когда мы вдвоем и с новообращенным братом собрались, и я начал объяснять о Духе Святом, я думал, что я так доступно все рассказываю, мне так все понятно, и подтверждая Писанием, все, и когда я спросил, вы поняли, что я вам рассказал, она говорит, нету, знаете, можно было бы опустить руки, я так старался, я так хотел, чтобы они поняли, что такое Дух Святой, а они машут, нет, мы не поняли, но когда мы склонились, и Дух Святой наполнил, а сестры сидели с той стороны комнаты, мы как-то с этой стороны, и такой промежуток между нами, и мы склонились, и Дух Святой наполнил меня, и новообращенного брата со мною, и мы вошли в присутствие Божие, и чувствую, как рука какая-то взяла, за мою руку и на коленах повела, знаете, по не своей воле на коленах я пошел, и ложит Господь мою руку на плечо этой сестры, которая через радио покаялась, и вот только слова Аллилуйя, и она поднимает руки, и как взрыв бомбы, начинает ликовать, и радоваться, и молиться на иных языках, остальные все открыли глаза и смотрят, неверующий сын в дверях стоит и смотрит, что с его мамой происходит, а мы ликуем, а мы вошли в общение Духа Святого, Аллилуйя, когда мы встали с молитвой, а теперь вы поняли, говорит, теперь все поняли, и увидели, братья и сестры, мы должны быть Вадимы Духом Святым. Второе место, которое я хочу сегодня почитать, которое записано в Деяниях, 20 глава, 22 стих, «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не знаю, что там встретиться со мною, только Дух Святой по всех городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией, ибо по влечению Духа, Павел говорит, меня влечет Дух Святой, и я по влечению Духа Святого иду в Иерусалим, не знаю, что будет, хотя уже в каждом городе, где он останавливался пророчески, Бог говорил, тебя ждут узы, честно та, возможно, не стоит тебе нарываться, может, тебе не стоит идти, ведь это Дух Святой тебе говорит, что тебя там ждут узы, возможно, тебе не стоит, ты тут благовествуешь, у тебя здесь успех, но нет, он говорит, меня влечет Дух Святой, меня влечет Дух Святой, и он ударение ставит на это, потому что он имеет цель, крещеные Духом Святым, написано, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями, моими, вот эта цель, которая есть, сила Божия, которая дается, быть свидетелями кругом, везде, и он говорит, моя цель, он говорит, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью даже, только бы с радостью совершить поприще мое, и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией, это цель, мы знаем, что он говорит, я сораспялся Христу, теперь не я живет, а живет во мне Христос, не достигну ли я Христа, как он меня, у меня цель, у меня желание, иногда, может, наши желания не суполдают с вашими желаниями, и вам кажется, зачем, вот, наш брат, Гриша, когда Бог его сильно коснулся, и он вкусил от силы благовествования, то он рассказывая, о том, как Бог ведет, и он говорит, ну, как можно сидеть, когда люди гибнут, руки раскрыли, скажем, как можно сидеть, люди гибнут, знаете, когда Вадимы Духом Божиим, они переживают из-за других, они ищут Господа, они ищут тот, чтобы благовествовать, трудиться, и здесь Павел говорит, влечен Духом, по влечению Духа, влечет Его Дух Святой, по влечению Духа Святого, братья и сестры, я хочу, чтобы каждый из нас перед лицом Господа Бога Иисуса Христа искренне проверил свое сердце, что тебя влечет сегодня, что тебя влечет, влечет ли тебя Дух Святой вникать в Писание и в себя, заниматься этим постоянно, чтобы Бог мог употребить тебя в жизни, чтобы Бог взял тебя в удел, влечет ли тебя собрание, что ты говоришь, я не могу остаться дома, меня влечет, по влечению Духа Святого, я иду в Дом Божий, а не по принуждению, по необходимости, но меня влечет Дух Святой, я должен быть на служении, меня влечет Дух Святой к служению, к труду, к тому развитию дара, которого Бог мне дал, меня влечет Дух Святой, дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы мы доверились Духу Святому, все те влечения, которые посылают дьявол, мы должны удалять от себя, часто влечет, только пришел домой, часто влечет на телефон, что-то посмотреть, провести время в телефоне, а задумывался ли ты это, оно тебя назидает, оно приносит тебе пользу, или ты опустошаешься, или тебя влечет не то, братья и сестры, я хочу, чтобы вы имели общение Святого Духа и были влечены Богом, чтобы вас вел наш Господь Иисус, я вас призываю, давайте мы встанем, мы встанем перед Господом, мы будем молиться, мы будем искать Господа, мы будем осознавать свое состояние, мы будем смотреть, что нас влечет, и то, что наши желания, которые нет Бога, мы будем просить Господи умертвы, все греховные желания, все влечения греховные, да будут удалены, дорогие братья и сестры, если тебя сегодня касается Дух Святой, я призываю тебя покаяться пред живым Господом, принять его как личного спасителя, и быть Вадиме Духом Божьим, потому что только Вадиме Духом Божьим суть Сыны Божьей, поэтому мы сейчас будем молиться, а кого Дух Святой побуждает прийти, примириться с Господом, покаяться, выходите, кого-то кто-то слаб духовно, он не чувствует, что он Вадим Духом Святым, он не чувствует, что его влечет Господь, мы поем, меня влекут заоблачные дали, меня влекут только небеса, аллилуйя, аллилуйя, пусть влечение Духа Святого, пусть исполнение благодати Божией будет в тебя, как многие остыли духовно, как печально смотреть на тех христиан, которые духом пламенели, искренно служили Господу, а потому ты тихли и согласились с состоянием беспечия, ой, если бы ты был холоден или гараж, ой, если бы ты взыскал Господа всем сердцем, я пришел бы в твою жизнь и изменил бы тебя и дал бы моих сил, чтобы ты шел, чтобы ты шел и совершал мою работу, сколько погибающих душ, где ты, где ты, мой сын, где ты, моя дочь, ты можешь послужить мне, ты можешь совершить мою работу, я жду тебя, я жду тебя, чтобы ты обогатился моей силою, я жду тебя, чтобы ты совершал мою работу, харфараваралебедерманит, глорбидыграманит, молимся, ты бог наш, господи, мы пред лицом твоим, твоим, огромная ,